Россельхознадзор не даёт добро. В пункте пропуска Нехатиевка сотрудниками Белгородской таможни был задержан нелегальный груз. Украинские орехи. Какова судьба запрещенного к возу на территорию России товара в материале Светланы Запорощенко? Чеботарёва. Так, это Корнев. Это кто? А это Кулик. В этих мешках орехи. Их пытались везти из Украины. Но нарушители были задержаны инфекторами управления Россельхознадзора в международном пункте пропуска Нехатиевка. Дело в том, что ещё в 2014 году Россельхознадзором были введены временные ограничения на ввоз растительной продукции из Украины. Были выявлены неоднократные случаи карантинных объектов в растительной продукции. То есть это нематода, семена повелики выявлены. И в связи с этим Россельхознадзором введены ограничения на ввоз данной продукции. Этот запрет действует до сих пор. Более того, с 1 января Украина попала в список стран, в отношении которых введены ограничения на ввоз некоторых видов продукции. В том числе и растительного происхождения. Однако почти ежедневно в пунктах пропуска выявляют нарушителей. В ручной кладе и багаже в основном везут орех грецкий. От начала месяца в феврале текущего года выявлено более 10 случаев ввоза. То есть более 200 килограмм грецкого ореха было изъято. Запрет есть запрет. Вся изъятая продукция в присутствии понятых была уничтожена на полигоне бытовых отходов. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов. Пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье».